Верующие благословляются с верным Абрамом, послание к Галатам, 3 глава. Верность – неотъемлемый элемент любви, а любовь – неотъемлемый элемент настоящей веры. Об этом говорит нам Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Возлюбить Бога всем сердцем и служить только Ему одному повелевается израильскому народу. Это Второзаконие, 4 глава, 6 глава. Иисус Христос многократно называет неверующих иудеев родом неверным, неверующим, прелюбодейным, потому что они неверны Богу. Метафора для иллюстрации неверности человека, могу, Богу, является образ неверности в супружестве. Книга Премудрости Соломона, глава 8, песни, песни и другие. «Любое зло – это прелюбодеяние пред Богом, нарушение верности союза с Ним. Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеясь, копище вероломных, как лук напрягает язык свой для лжи, усиливается на земле неправдою, ибо переходит от одного зла к другому, и меня не знает, говорит Господь». Книга пророка Иеремии, 9 глава. Апостол Павел в послании к Галатам называет Авраама верным, потому что он был верен завету с Богом. Верность Авраама неразрывно связана с доверием Богу, верой ему. А мы, христиане, заключили завет с Богом во Святом Крещении, когда, говорим, отреклись от сатаны и соединяемся со Христом. Это заключение завета с Богом. В послании апостолов слово «верный» является синонимом верующего Христа. Это второе послание к Коринфянам, 6 глава, к Кремлянам, 16 глава. Третье послание Иоанна, 1 глава. Первое к Тимофею, 6 глава. «Верный в малом и во многом верит, а неверный в малом не верит и во многом». Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам в истинное? Иоанн Герцарь, 16 глава. «Малым» называется в данном случае собственность. Мамон, богатство неправедное, не потому что добыто нечестным трудом, а только потому что является ненастоящим благом малых. «Если человек не может честно обходиться с ненастоящим благом, то есть неверен в это малом, то он не может рассчитывать на истинное богатство от Бога, то есть на дары благодати. Ведь если человек нечестен, то его нечестность в сочетании с даром Божиим будет содействовать злу. Если человек груб и зол, то дар чудотворения может быть направлен не на умножение любви, а на разрушение мира. О верности в малом рассказывает в притче о верном и благоразумном рабе. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставит над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет Господин, работая в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и расчечет его, и подвернет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, 24 глава. Неверность разрушает отношения не только между людьми в семье, но и с Богом. Если человек любит, верность любимому является естественной, в то время как неверность признак не любви. Говорим, что людям Бога, а сам если делаем грех и неверны Богу, то мы называемся, кто лжецы. И неверность Богу, запомним, что это и есть прелюбодеяние пред Богом. В среду вечера молитва, в четверг у нас праздник, двунадесятый, Вознесение Господне. Вознесение Господне. Вознесение Господне. Вознесение Господне. Вознесение Господне. Вознесение Господне.